спасибо добрый день дорогие друзья поздравляю вас с началом весны у нас в москве солнечная погода хоть и морозно будем надеяться что весна нам принесет весеннее настроение ну а сегодня у нас одно из самых приятных типов мероприятий которые проводим я буду рассказывать об одном из новых наших продуктов то что мы больше всего любим делать о контенте интересных книгах и новых эти решениях которые наверняка вам пригодятся ну и античная библиотека этого может быть не очень типично вообще для ибс для нас это дело уже многих десятилетий я вам расскажу что это не скандачка действительно большая длительная работа ну и если мы очень часто говорим о культуре и все наши проекты как так вот тоже нацелены здесь в широкой плоскости эта тема мне кажется особенно характерна она надеюсь будет интересно не только библиотекарем там филологом но все-таки античность интересна вообще всем и должна сопровождать всех и говоря вот о культурологическом факторе вот я бы так заметил античность это подложка всей культуры причем интересно если мы будем сравнивать там с европой и западом для европы такой подложки является римская культура прежде всего а вот для римской культуры подложка является античность высокая античность вот а если мы будем говорить о россии то мы помним что для россии такая вот культурная подложка это византийская культура а византия как вы знаете это наше название а вообще она называлась тоже римом это тоже римская культура но уже в таком совершенно другом исполнении вот для нас она через через эту систему связи высокая античность византийская культура россии вот через эту мы можем понимать и близость единый как бы фундамент нашей европейской культуры и наоборот различия которые потом вылились различия западного и восточного христианства ну а сегодня мы с вами знаем что это все вылилось ну что ж пойдемте и тема которая сегодня она очень ответственная и в научном библиотечном плане это не собрание просто каких-то книжек каких-то коллекций это направление очень большого комплекса научных изысканий и библиотечной работы и давайте начнем со самых основ как она продолжалась античность это огромная эпоха около тысячи лет да и соответственно очень немного дошло на самом деле материалов с нее поэтому это все более-менее обозримо но это зато самые длинные текстовые такие линейки так скажем литературные мы будем с вами говорить по каким вот как какие текстовые линейки действительно мега линейки гигантские то это там история философия богословия вот здесь все это будет играть роль ну и это литература которые вот самое древнее то что мы имеем с вами на руках соответственно очень рано встала задача собрать вот эти вот найденные в разных местах кусочки литературы археологические кусочки собрать единые корпуса и вот такое понятие первое с чем мы с вами на на что набридаем набридаем понятие текстового корпуса которым собирается наследие древней культуры и эта задача была поставлена уже очень давно девятнадцатом веке как только филология начала вставать и на свои ноги как только археология стала научилась там что-то правильно обрабатывать и один из первых таких текстовых корпусов где ставилась задача собрать все найденное из античной литературы это корпус инскрипциониум латинарум теодора момзена великого историка и сделано это был 1847 году когда еще собственно такое книгоиздание широкого не было этот корпус включал себя 17 томов более чем 70 частях был издан содержал более 180 тысяч надписей ясно что это латинский язык который ближе и с него начали европейцы ну а потом конечно пришла очередь и греческого языка и этот корпус имеет название тезаурус лингвы грека был создан в 1972 2004 году уже не так давно включает себе более 105 миллионов слов употреблений из более чем 12 тысяч произведений то есть вот все что можно собрать собиралась такие многотомные книжные корпуса и конечно для любого античника философа готов филолога который действительно занимается этим профессионально вот это вот высокий высочайший авторитет и в частности все цитирования в этой сфере научные должны происходить по этим корпусам они задают разметку текстов то есть стандарт научного цитирования это отличие от всех всех других областей научного цитирования научного знания вот настолько важно и такой интересный феномен текстовые корпусы как освоение книжной культуры наследие античности ну и обращу конечно внимание еще на два очень важных корпуса поскольку раньше и по объему литературы и по значимости там для нас на первом месте стояла богословие то вот такие крупнейшие корпуса текстов собирали богословские труды отцов церкви вот частности патрология грека это отредактирование собрания трудов отцов церкви написанных на греческом и византийском языке состоит из 161 тома и напечатано было в 1857 году то есть практически после сразу после инскриптонию и инскриптонию латинару ну и патрология латина уже на латинском языке это собрание сочинения включающие 217 томов с первая часть полный курс патрологии вторая часть были изданы 1844 855 годах то есть основные вот эти корпуса были созданы еще аж 19 веке и собственно эти корпуса дальше существовали как они были собраны и немножко там дополнялись по мере набора новых данных там возникал следующий том следующие части то что может книга конечно она может сравнительно немного хотя вот как я сказал она задавала стандарт ну и такие такие сборники коллекции были очень дорогими доступны только для крупнейших библиотек и цифровизация разумеется здесь внесла коренной перелом как всегда революционный ну хотя бы тем что позволило сделать эти тексты общедоступны и уже платить после оцифровки по сути дела платить всерьез за них и не нужно хотя они конечно платные и вот эти вот корпуса в наше время цифровое превратились цифровые архивы все мы понимаем плюсы которые сразу прибавились во-первых постоянно можно пополнять дополнять можно не только вот сами тексты то есть вот концентрированно да различные там материалы и как вы видите вот один из сайтов как раз корпуса из криптоциум латинарум он превратился в такое широкое поле деятельности где и мероприятия проводятся и литература дается общем это архивы вокруг которых формируется огромный исследовательский процесс вот это как бы второй этап развития вот этого текстового формата ну а третий этап и третий уровень это формирование лингвистических корпусов потому что цифровая форма открыла возможность не просто для сбора текстов да а для различной работы с ними на уже на программном уровне где можно представить тексты в машиночитаемом формате унифицировать структурировать размечать для различных целей нет то есть сформировать филологический компетентный массив языковых данных предназначены для решения конкретных лингвистических задач и это развитие это уже не просто сбор текстов и даже исследование вокруг них это уже максимально широкая лингвистическая задача которые позволяют уже не один какой-то единый а различные различные языковые корпусы в них проводится своя разметка анализы слова форм различных языковых аспектов металлогистической информации и вот такие вот базы данных получили название три банка лингвистический корпус создаваемый для специальных целей их очень много есть крупнее там меньше на разных языках общем это как раз тот формат в котором цифровое форма позволяет лингвистам делать все что они хотят идти вглубь ну и еще раз подчеркну конкретизировать свои задачи поэтому нет задачи создавать единый нужно многие создают под себя такие три банки вот тем не менее в области античного античного античных исследованиях известно девять таких аннотированных три банков международных созданных в рамках разных проектов наиболее известные это ancient greek dependency три банка и про айл project эти проекты уже начали создаваться в начале нашего столетия вот один из них университете тавца вот он частности включает 2000 слов 13000 предложений вот очень тонко размечены дифференцированные то есть корпус которым проведи проведен огромный объем работы с ним конечно можно решать совершенно разные интересные исследовательские задачи вот то есть а третий вот этап третий пласт это превращение текстовых корпусов дата банки вот и он имеет интерес сугубо для специалистов в общем-то широкого читателя он уже не нужен совсем а все-таки что-то существует для широкой публики образовательных целей и в том числе для русскоязычного читателя ясно что для ученого ничего не нужно кроме как вот получить этот вот античный древнегреческий текст и уже с ним там под лупой работать ну а для более широкой любопытствующей научной общественности конечно интересует совсем другое это надо почитать и нас интересует прежде всего перевод всего этого богатства и вот когда мы приходим к слову перевод то мы полностью покидаем пространство тех проблем о которых мы говорили потому что корпуса они созданы не нами мы здесь можем только как читатели выступать а вот и перевод это уже совсем другие задачи совсем другие результаты на русском языке существует только случайный и не системный поток вот этой постоянной переводной работы и в целом конечно огромный массив античных источников переведен переведен но еще больше вообще не переведен переведено то что интересно ну для более менее широкой публики то что можно использовать это фундаментальные какие-то труды большие там книги и конечно известные авторы да которые все определили вот этот компендиум знаний является основой наших вообще представлений об античности все остальное некая периферия который уже представляет больше интерес для филологов и конечно если говорить о корпусе ну и вообще о процессе перевода и о корпусе переводов этот процесс никогда не будет заверить завершен и не только чисто количественно что там не переведут даже по самому статусу перевода потому что переводы имеют историческую относительность в отличие от первоисточников они привязаны к языку к состоянию науку много субъективных факторов они привязаны к личности перевода несут на себе германифтические ограничения все это свойственно переводу как таковому по большому счету переводить надо постоянно и так и происходит например очень значимые труды там аристотеля платона они постоянно переводятся каждая эпоха имеет свой язык перевода свои ценности здесь свои достижения и это конечно совершенно специфическое такое переводит нас мы сразу видим что это совершенно другие задачи тем чем в случае собрания собирание античных текстов ну и два слова тут филологи сказали бы гораздо больше но я просто обозначу что конечно издание перевода классического труда это сложнейшая фундаментальная академическая исследовательская задача это проекты очень большого формата в которой должны участвовать участвуют команды академический перевод содержит научный аппарат при таком переводе должны учитываться все вот это вся преемственность и наследие переводное достижение дискуссии вокруг определенных там понятий про рейхи в общем это перевод античного труда это просто большой исследовательский проект а для издателя это еще и специальный формат академического научного издания который предполагает и комментарии внутренние там научные предисловие большой огромный научный аппарат и так далее то есть вот так просто перевести какой бы то ни было античные тексты это не то что перевести вот современника с английского и немецкого языка вот поэтому соответственно вот таких переводов там кита ливи или что-то фуки дита их и изданий тоже таких очень немного это дорогой объем наушных коллективах это постоянное содержание дискуссий это жизнь разных научных школ и их больше становиться просто не может добавлю к этому что каждый перевод при этом может быть оспорен помимо вот таких вот качественных добротных переводов которых очень немного каждый представляет собой эпоху существует довольно много таких шапочных ну так скажем копеечных бездарных и так далее переводов которые в чем-то даже и мешают процессу не нужны от них надо скорее освобождаться им не радоваться огорчаться в общем как вы видите перевод это совершенно новая постановка задачи и но эта задача именно для русского языка для русскоязычной культуры и вот если мы спросим себя если русский язычный корпус античной литературы то ответим уверенно нет единый корпус переводов греческих текстов это практически неосуществимая задача особенно не осуществимые в эпоху бумажного книгоиздания ну и то что мы сегодня имеем в античной литературе это пестрый массив изданий различного качества противоречивых подходов охватывающие разные цели разные предназначены для разных аудиторий скорее хаос чем порядок но и финансовые измерения или аспект тоже однозначно говорит что для переводов невозможно не унификации стандартизация упорядочена под подобную истыковеческим текстовым корпусам потому что корпус на языке оригинала скажем так это археологическая задача достаточно этого собрать вот корпус переводов это филологическая задача где совершенно другие задачи аспекты и совершенно другие люди участвуют ну и еще один момент авторское право которые делают эту задачу организационно невозможной одни авторы авторы здесь переводчики хотят одного другие другое здесь вот вся эта сложность издательская сложности она уже на такой высокой становится высокой планкой которую невозможно преодолеть вот в частности да вот очень известное издание фрагменты ранних греческих философов досократиков было издано в девяносто первом году издательством наука под руководством известного переводчика александра лебедева авторитетное качественное лучшее издание тоже после цепочки переводов досократиков а переводы досократиков там чтобы понимали вот они вот такой книги умещаются то что это здесь больше всяких комментариев это буквально тексты там на 20 страниц может на 100 вот тем не менее превращается в такой корпус над которым проведена огромная работа и вот в частности вот этот текст эта книга эту работу мы не можем не смогли получить в наш корпус потому что переводчик там не захотел передавать права и на этом разговор был закончен так что авторское право это пожалуй такая фишка которая делает вот ту задачу тот проект который я сегодня вам представляю на грани возможности но мы тем не менее просто постарались это сделать потому что собрать переводы в один архив единый компендиум это просто требует время это абсолютно необходимо для настоящей стадии развития наук чем через не могу через невозможно ну что ж я вот ввел в круг базовой проблематики которая вообще стоит перед такого перед таким проектом создание некого корпуса охватывающий всю эпоху ну а теперь давайте к деталям античная библиотека которую мы хотим вам представить я сказал что это не проект одного года или пяти лет или даже десяти лет это очень большой процесс который мы проделали в нашем издательстве и начался он если точно говорить больше 15 лет назад когда мы тогда еще работая только с компакт дисками оцифровывали и подготавливали тексты по античной литературе вышел этот диск в 2007 году и разумеется тогда мы действовали с некими принципами критериями подбора подобрали важнейшие тексты лучших переводчиков но это все-таки была выборка сейчас задача ставится намного шире потом этот диск то есть первая коллекция была предназначена для популярных целей для всего книжного рынка но текста подход в общем-то сохранился он у нас един для всех наших проектов суть его в том чтобы представить сам текст очищенный от научных комментариев конечно в отношении античных текстов это достаточно спорно потому что без комментариев это вообще такое сырье получается тем не менее вот ну во первых комментарии подпадают под авторское право и там просто еще сложнее работа чем археологи в археологов вот во вторых ну там где мы получаем уже вот именно научные проекции скомментируем конечно мы это все сохраняем все это доступно никто от этого не отказывается вот но это так сказать наша работа а за эти годы разумеется велась и другая работа уже всей всего читательского научного сообщества которая выливалась различные интернет ресурсы ну и как свойственной работы с интернет ресурсами это дело рук волонтеров когда они берут все что нашли то что есть под рукой невзирая там на авторское право на различные аспекты но часто и на качество оцифровки подготовки то есть это просто такие вот различные собрания того или иного качества вот поскольку они юридически не привязаны то и спрос них невелик ну а почитать как говорится можно и в результате конечно же вот это море интернет ресурсов она как и во всех областях разлилось бесконечно для специалиста это все очень под большим вопросом а для читателя и широкой публики на на всем этом лежит печать хаоса это основная проблема собственно проблемы которые мы и хотим решить потому что создание цифрового корпуса переводов эта задача собственно не научная а издательская сам перевод свою научную часть задач уже решил а вот представить их собрать их и правильно там оформить вот убрать вот этот информационный шум и хаос это и есть задача издательская задача это есть дополнительный вклад который делает издатель если вот сравнивать просто с архивами интернет сайтов ну а чтобы подходить такой задачи надо все таки определить для кого она делается кому нужны античные тексты потому что первое что здесь понятно что вот такой корпус античных переводов он не для тех настоящих профессионалов филологов антиковедов которые конечно будут обращаться с англоязычным научным корпусами уже там со своей лупой работать и в том числе не не настолько он нужен для широкой публики которые важно там прочитать про подвиги геракла или мифы куна и вот здесь вот иметь базовую информацию вот хотя конечно это если брать как античная культура ложится на наше современное общество все таки конечно на первом месте стоят просто просветительские цели не знаю чтение там детей вот этого этой литературы какие-то вот отголоски античные каждый должен знать об этой культуре хоть базовые там представления вот то есть это самое широкое научные цели как раз это скорее там самый узкий спектр и количестве людей а вот среднее между ними и на этом мы и фокусируемся это сегмент с образовательными целями и аудитория которая здесь имеет какие-то образовательные задачи и так скажем что это конечно уже парадигма такая полупрофессиональная полу научная в которой ставится задача не вот это доскональная точность и там работа с древнегреческим языком да а задача донести информацию извлечь все что можно там для нас изучать труды древних связывать между их друг с другом какие-то там концепции стравить ставить вести исследовательские изыскания писать дипломные работы курсовые то есть все что можно сделать без знания древнегреческого языка без чтения первоисточника без углубленного погружения в эти первоисточники и вот эта аудитория конечно тоже огромная это и университет гуманитарный классический это в отчасти там и даже школа в общем это вся гуманитаристика которая еще раз подчеркну в конечном счете базируется на античной культуре как на самый вот древний такой подложке той черепахи на которой стоят киты верните слоны и все остальное и и вот здесь тоже должен порядок должен быть некий корпус должен быть универсальный подход который позволяет стандартизировать текст универсировать классифицировать добиться репрезентативности полноты этой коллекции вот собственно с этими задачами образовательно научными мы и связываем свой проект в первую очередь еще раз подчеркну или там озвучу впервые наш принцип реформирования этой коллекции первое собрать тексты и именно тексты построить источниковеческую библиотеку максимально репрезентативно представленную ну и чтобы это все было можно найти в одном месте чего сейчас сделать невозможно даже имея ввиду крупнейшие библиотеки еще один момент методические сложности и специфики я обратил внимание что вот этот материал в отличие от любой другой книжной сферы он предполагает совместную работу большого комплекса наук и соответственно специфических подходов ну начать с того что это предмет археологии тексты и какие-то там сообщения из античной культуры постоянно выкапываются прямыми словами и там обогащают наше представление и соответственно предполагают свою там специфику подходов строгости свою работу дальше конечно же здесь стоит упомянуть архивоведение то есть превращение вот этой вот добытой информации действительно в информацию ее приведение в порядок структурирование ведение архивов это конечно же источника ведения то есть весь комплекс правил и методов которые разработаны в рамках этой науки споры там об оригинальности дублирование фальсификациях и так далее это и уже знакомая нам библиография правильное структурирование все всего этого информационного массива и возможности им воспользоваться вновь и вновь и адаптировать его к хранению информации в наших библиотеках и базах данных это вот задачи чисто такие строительные работы с материалом ну а два аспекта два подхода они уже касаются нас мы включаемся в дело две науки которую можно назвать текстология и герминевтика текстология это подготовка первого источника работа с оригиналами представление их в удобочитаемом виде вот собственно эту задачу мы ставим в первую очередь представить сами тексты и представить максимальный собранный комплекс первоисточников я думаю что это первичная цель которая вообще нужна университету ему должны быть доступны все тексты в добычитаемом виде ну а когда собраны уже первоисточники начинается вот эта вот работа оккультуривания переваривания этой информации то что мы называем герминевтика и здесь конечно огромный пласт уже направлений и работы первое с чего начинается это переводы конечно перевести вот этот весь массив и как я сказал это процесс незавершаемый сопровождающий уже в дальнейшем все времена и эпохи второй такой пласт важнейший это комментарии этих текстов и здесь хотел бы особое значение в связи с античной культурой потому что античная культура это вообще культура комментариев если вы знакомы с византийской там культурой литературы вот то знаете что это первое что бросается в глаза здесь очень мало или немного вот таких базовых первоисточников которые для византийских ученых и для античных ученых были высшими авторитетами а основной массив культурной работы и богословов в том числе а уж тем более там юристов историков он заключался в комментировании вот этих вот источников библии и так далее вот поэтому это не просто вот такое дополнение сопровождение текста в нашем нынешнем научном понимании а это именно развитие античного наследия который для нас имеет с той же значимый характер первоисточника ну и третий пласт уже более творческий свободный соответственно широкий интерпретаций это уже наш взгляд на то что мы понимаем в этих вот исходных текстов которые может быть в различных формах и отдельных трудов и просто цитирование и преломляться в каких-то концепциях доктринах это собственно уже тот тип литературы как вот это вот наследие воплотилось и продолжает пускать корни внутри нашей культуры это учебники монографии все что угодно и понятно что это уже такой пласт который ну просто недоступен для какого-то отдельного проекта это делает вся наша культура вот скажем так из германистической работы вот этого комплекса движения античного наследия вот мы берем скромный аспект переводов и хотим сделать из него корпус чтобы создать такой корпус надо иметь и понимать учитывать картину структуры античной истории литературы которая как я сказал не просто охватывает тысячелетия охватывает по сути дела ну три скажем так три различные культуры древняя греция узком смысле эллинистическая эпоха это вот уже некое такое смешение культур куда входит например культура египта индии отчасти то есть совершенно специфический такой но тоже написанный на греческом языке пласт ну и римская цивилизация отчасти на греческом но уже по сути дела на латинском языке в общем действительно очень непростая в археологическом плане там космическая задача и соответственно перед издателем здесь мы имеем совершенно с разными объемами работы с разными спецификами например первый этап античной истории литературы как известно это архаический период до шестого века до нашей эры который собственно состоит из двух базовых произведений или ада и одиссея вот достаточно простая задача но там зато и всякие рядом уже осколки буквально этой культуры надгробия там и так далее вот но литературном плане это или ада одиссея который конечно как колоссы чудеса света никогда недостижимы и для нас ну наравне с библией являются произведениями которые только могут поражать в общем это достаточно так сказать обозримый такой участок работы а дальше идет 5 4 век до нашей эры самый ценный такой алмаз бриллиант классическая высокая античность от которой как раз мы получили все те импульсы которые дальше как как какие-то излучающий свет уж не знаю что сказать там я ядерное оружие которое брошено в культуру которое никогда уже не перестает не терять своей радиации и проникает все вновь и вновь аристотель платон софокл еврипид конечно вот это есть основное наследие античности да а дальше начинает его уже преломление некое ранний эллинизм эллинизм это и есть такое распростроение античной культуры но порождает свои шедевры в общем-то где-то с 3 века до нашей эры с 1 века до нашей эры расцветает в течение двух столетий цветет римская эпоха и литература тоже с базовыми нашими именами Вергилия Сенека и так далее ну и завершается это все примерно в 5 веке нашей эры эпохой позднего эллинизма которая переходит в византийскую культуру в средневековую культуру уже все немножко угасает в темные века потихоньку ну и имеет совсем другое преломление вот это эллинистическое римское и под особенно поздний эллинизм он уже рассыпается в огромном объеме первоисточников которые уже конечно в большем объеме до нас дошли и здесь в плане переводов уже огромные дефициты ну может и культурная значимость падает по экспоненте тем не менее вот это все мы должны стремиться иметь чтобы у нас была завершенная античная библиотека и конечно главная проблема связана вот с этим явлением да пожар в александрийской библиотеке это главная трагедия всего нашего библиотечного мира всей нашей библиотечной истории если бы вот не было этого пожара час и день которого мы знаем мы бы с вами имели все гораздо большим объеме не было бы вот этих колоссального количества знаков вопроса слез пустых ниш дефицитов но вот пожары это то без чего человечество существовать не может и библиотечное дело в частности вспомним наш и не он многострадальный вот так что вот этот пожар собственно поставил основные задачи которые я и изложил а дальше мы снова начинаем эту работу которую делали Александрийский библиотеки текари собирание первоисточников и оригиналов ну и я немножко уже описал сложности и особенности высокая классика во многом дошла только во фрагментах и хорошо что какие-то базовые произведения геродотов и это там ксенофонта платона аристотеля оно более-менее в цельных таких произведениях которые можно превратить в книжки все там драмы античные остальное там философы десократики и так далее это все собираем по фрагментам эллинизм ну это все можно как бы собрать как вы видели книжка там небольшая которая уже собрала всех десократиков а эллинизм он уже становится очень плодовитым здесь разветвляется литература философия наука здесь уже большие объемы ну а римская литература соответственно по нарастающей все больше трудов все лучшие доступности и тут уже такая архивно-библиотечная работа римская литература да ранние эпоха такие яркие имена плутарх лукеан плафт цицерон золотой век римской литературы виргилий гарация обидий вот все это уже в серьезном таком объеме ну и завершается поздним эллинизмом в котором снова все немножко рассыпается потому что утеряно потому что уже не такое значение имели как вот наша высокая классика и в очень многих направлениях ну философы например платин неоплатоники или августин совершенно другая традиция мощные историки титли витациц цветоний ну так далее ученые тоже пошла наука в разные стороны в общем это уже такая наверное по объему самый большой блок но самый трудно собираемый вот собственно и в одной сфере недостаток текстов многие из которых пропали во втором блоке это прежде всего недостаток переводов которые очень трудоемки и сложны тем не менее надо работать и вот что мы можем вам показать тексты и книги ну во первых перед нами стояла задача как представить вот эту вот античную библиотеку чтобы не создавать самостоятельно платформу вот без лишнего там пафоса все таки это наш рабочий продукт это не то чтобы там какая-то эпохальная история никаких грантов мы не получали все делали вот в рамках той преемственности интереса которые мы уже 15 лет исповедуем и работаем поэтому вот выбирая из тех форм представления которые наилучшие нам надо было конечно вписать то что мы имеем да нашу электронную библиотечную систему вот ну и где-то учесть вот ту специфику подхода которая я сказал исходить из самих текстов и авторов а не создавать какой-то самостоятельный просто справочный новую энциклопедию какой-то новый справочный ресурс а наша задача собрать полные тексты и вот мы приняли решение использовать для этого наш уже существующий сервис именитые ученые писатели он сам по себе у нас имеет задачу собрать все полные тексты самих самых значимых авторов ну и все его достоинства и возможности мы здесь как раз и использовали это некий синтез и полнотекстовой и библиографической базы потому что здесь все начинается с и концентрируется на авторе на персоне на человеке вот который создал вот эти уникальные тексты на его таланте и гении есть и минусы которые сопровождают этот формат ну опять же скажу нету той систематики справочного издания где все можно расставить по местам где можно поставить хронологию развития вообще процесса культуры ну для этого пользуйтесь справочниками соответствующими они более чем доступны вот это мы исходим из автора ну и соответственно мы не стали строя каталог этого проекта мы не стали придерживаться принципов например хронологии да чтобы эти эпохи одну за другой расставить что чаще всего делается не стали очень сильно дифференцировать там юристы или естественно наушники или медики да мы разбили на четыре вот таких такие колонны да где как я сказал собираются вот эти длинные линейки текстов первая такая длинная линейка это философы да они раньше всех начинали писать и до сих пор пишут хотя менее менее уже удачно так скажем результативно и вот в этой колонне мы и собираем на философские тексты второй такой пласт я бы взял историки ну раз мы пока о науке говорим да тоже с геродота начиная большой пласт интереснейших и важных для нас текстов и вот историки один за другим третий пласт ученый архимед гален эвклит и так далее и соответственно их труды то что от них осталось ну и четвертое конечно самое наверное все таки важное что мы имеем от античности писатели драматурги от гомера и в репит и вниз туда вот соответственно тут как вы видите имена смешаны между собой по сути дела по алфавиту но вот в этих там нескольких десятках имен на самом деле не так сложно и разобраться опять-таки подчеркиваю наша задача внутри каждого из имени развернуть вот то информационное поле которые ну каждый из них как клад кладезь настоящий собирает и вот так выглядит наша статья об авторе именитых ученых помимо там фотографий мы даем краткое описание и энциклопедическую информацию об авторе что и как и особенность то что мы ну это как правило не созданный нами текст а это взятый из уже существующей справочной литературы но как правило не из одного какого-то источника а из огромного множества доступных источников здесь нам послужил наш проект энциклопедия который собрал массу энциклопедий и первоисточников и вот в частности например про еврипида вы вот можете кратко прочитать что он и как у нас а если интересно то можете пойти вот по этому огромному списку справочной литературы прочитать статью из большой советской энциклопедии или из литературной энциклопедии в 11 томах крупнейший советский проект или из энциклопедического словаря Брагауса и Фрона а это крупнейший проект русской империи или там уже более частные проекты там словарь литературных типов или афоризм биографический словарь ну и наконец википедию если не нашли ничего лучше в общем о причем эти статьи там ну в отличие от википедии написано действительно как правило ключевыми советскими учеными содержит очень очень ну имеет очень высокое качество ну а википедия зато имеет некое преимущество актуальности информации вот в общем так выглядит информация об авторе помимо этого есть дополнительная литература это монографии исследовательские материалы посвященные автору они идут отдельно потому что наш принцип как я сказал отделить оригинал текст от комментариев текст от герменевтики да ну например по софоклу сразу находите несколько работ посвященных его творчеству ну и наконец главная задача это представить тексты автор вот здесь мы будем надеяться что доведем нашу библиотеку там до 90 процентов переводов существует существующих на русском языке вы видите здесь вот например произведение еврипида и разумеется собирая вот такую полную коллекцию ну первый формат которого мы придерживаемся собрать это все в отдельных изданиях вот как каждой трагедии посвящена там своя книжечка но это все там у еврипида мы собираем потом в сборник тут конечно могут фигурировать разные переводы и мы собираем разные переводы возникает некая конкуренция переводов 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 подделок там неудачных они все отбраковываются нашим экспертным сообществом вот такие мы стараемся не брать ну и конечно мы не только самостоятельно готовим текста если вот они так уже осели переводчик старый перевод авторитетный ну и берем научные издания иных издательств в том числе с новыми переводами с новыми комментариями вот так формируется наша античная библиотека как полнотекстовая библиотека единственное в своем роде ну ученый это как бы один фокус информационный а пожалуй еще больший целый информационный целевой объект это само произведение и собственно произведение здесь берется в том же примерно формате в котором мы и вообще представляем ВБС все произведения собираем максимальную информацию которую можно о нем собрать ну во-первых здесь вы видите дается информация и о переводчике и можно перепрыгнуть все посмотреть об авторе увидеть и посмотреть все об издательстве которое издало эту книгу параметры книги год объем ее асбн все видите сразу мобильный формат который можно использовать дальше о книге доступна вся информационная работа вокруг библиографическое описание в том числе возможность библиографические записи в марке аннотация к этому произведению индивидуально полное содержание произведения структура его дальше характеристики жанра отношение к предмету и дисциплине если есть вот это базовая информационная такая вот обшивка каждого произведения античного которое попадает в нашу библиотеку как видите ведет по разным направлениям можно и поделиться через соцсеть можно оставить свой отзыв комментарий другую информацию дополнительные материалы к этой книге ну и сервисы да мы начали говорить сервисы которые можно здесь использовать избранные возможность поместить туда новый наш сервис песочница контента возможность поместить сразу в свой онлайн курс то есть те материалы которые вы используете где-то можно купить печатный экземпляр этой книги вот это очень важное дополнение не только электронной книги но при желании вы получите настоящую книжку или читать в мобильном формате дальше дополнительные материалы как я сказал и социальные сети переход к ним вот так формируется навигационный хаб который каждая книга представляет собой каждая книга помимо книги в печатном виде это может быть и аудиокнига например аудиоиздание эврипида и можно послушать как это звучит в том числе в виде спектакля если у нас это есть вот это основные форматы ну и уже буквально как странички не погружаясь вот вглубь в гущу античной культуры иначе это бы превратилось в лекцию уже не совсем во что-то другое просто вот перелистаю что вы здесь найдете да ну во первых философы да как я сказал вот пожалуйста открывая страничку античных философов можете смотреть выбирать по этому каталогу во вторых поэты драматурги да опять и основные и не основные имена Гесиот Аристофан Апулей Вергилий очень большая коллекция и подчеркну вот не столько то как это все оформить да сколько работа собрать эти переводы на что потребовалось 15 лет и сейчас мы это продолжаем делать вот это основное богатство этой коллекции историки античности Цезарь Тацит Фукидид Полибий ну вот все богатство для любого антиковеда вот вот это главные такие страницы но конечно вот тем просто проектом как он сейчас представлен дело не исчерпывается и главное как в любом цифровом проекте точка не поставлена а поставлена как раз двоеточие работа по сути дела только начинается ради этого собственно я и делаю это этот вебинар вебинар а работа она предполагает уже комьюнити вовлечение в нее всех заинтересованных и кто среди них в первую очередь в первую очередь это конечно наши партнеры издательства ну поскольку мы работаем с сотнями издательств поэтому мы собрали сотни изданий в этой сфере там совершенно разных в том числе университетских издательств но их не называю а назову только одно которое наверное никто не будет спорить со мной в этой сфере самый авторитетный и тоже как и мы десятилетиями работает в этой сфере издательство Алитея тоже переводы античных греческих и латинских авторов в очень большом количестве в нашей коллекции после нас это самая большая представительная коллекция античных текстов переводов вот так что особенно поблагодарим коллег из издательства Алитея ну и тут снова вернемся к вот эту пунктику которая является на самом деле ключевым к авторскому праву наши античные авторы конечно же авторским правом не защищены они умерли тысячелетия назад а вот переводы практически все очень многие защищены авторским правом потому что на них распространяется как и на любое самостоятельное литературное произведение полный комплекс защиты 70 лет после смерти переводчика и это сразу любой издатель а знаете скажет вам проблема права наследников не столько вот сам автор или переводчик сколько права наследники они совершенно здесь путают карты ну и сам переводчик переводчик он вообще и его произведение перевода оно имеет особый статус практически никто не переводит для души там сам для себя 90 процентов случаев переводят по заказу получает за это с деньги но тем не менее это защищается договором авторским правом то есть имеет границы в какой-то момент издатель не имеет прав или имеет не все права соответственно надо искать переводчика а вот у переводчика совершенно разные здесь интересы цели представления и как правило здесь речь идет об ученых переводчиков да они решают совершенно разные задачи одни решают задачи вот чисто научные сделать публикацию и не переводят коммерческий формат и здесь у нас например сложность некоторые переводчики нам отказывают у вас нет открытого доступа там вы коммерсанты там не дадим вот такие они добрые волонтеры да и кладут там на какие-то сайты левые вот пополняет вот этот хаос который мы и пытаемся как-то преодолеть вот а другие наоборот но это часто не просто ученые переводчики а именно такие коммерческие переводчики которые много перевели которые здорово переводят и их работа стоит денег но когда издаешь одну книгу то можно и заплатить это нормально а вот когда-то речь идет там о тысячах книг но ясно что мы не можем выкупить эти права и вообще работать с ними это не первое издание на которое все набегут и все раскупят да это вещь которая уже давно опубликована в книжках уже всеми библиотеками куплено то есть такого какого дохода на доход здесь рассчитывать было бы наивно поэтому конечно мы рассчитываем на такой ученый интерес переводчика его потребность чтобы его труд был доступен другим вот он тоже там может получать от этого деньги но конечно не те на которые которые деньгами называются ну вот копеечки и вот это этот разнобой совершенно в интересах потому что если правонаследники то еще там целый комплекс кому то просто лень вот этим заниматься договоры какие то писать там может два абзаца переведены а нужно там договор подписывать и все это пересылать в общем сложности очень много вот именно с вызванным этим моментом в этом плане конечно же ресурсы открытого доступа имеют огромное преимущество ни за что не отвечают но там положил кто-то хорошо не положил значит этого нет то есть вот этот хаос для ресурсов открытого доступа он неизбежен они перестали существовать в общем здесь конечно нет никакого фактора стабильности ну а для цифровых платформ в отличие от книги они не вечны сегодня ты не заплатил за хостинг завтра уже все это твои работы всего проекта просто не существует в общем открытый доступ по своему самому устройству не сможет сформировать никогда такой репозиторий который мы говорим но на существующей правовой слое признаю и создание полного цифрового корпуса античного античных текстов тоже невозможно это процесс это цель цель все движение ничто ну и поэтому именно мы это наш проект определяем не как продукт некий который надо купить иметь а прежде всего как проект для совместной работы для кооперации наш проект открытый и мы приглашаем ученых переводчиков формировать эту коллекцию совместно добавлять свои тексты формировать сборники базовая форма участия открытый доступ как и на других платформах здесь нет проблем чтобы это было всем доступно бесплатно да но возможно и пополнение пополнение на платной основе путем заключения авторского договора вот в этом случае труды переводчика не будут доступны всем бесплатно будут доступны за цену подписки он с этого будет тоже что-то иметь вот дальше вот момент нашей важный момент этого проекта самостоятельные издания могут продаваться в виде бумажной книги поэтому любое произведение можно заказать и приобрести ну и еще один аспект участия экспертное участие можно участвовать в формировании коллекции экспертном обсуждении отборе произведений в общем здесь мы будем думать и создавать такие сервисы которые бы сделали всем интересующимся античностью участие в нем интересным в общем наш идеал свободно формируемая коллекция коллекция которая развивается в которой участвует которая вообще определяет формирует сообщество а наше участие издательское отформление платформы там доступ и так далее то есть это все работа по принципу в экономике по принципу википедии вот но есть и обратная сторона сказал доступ даже на сегодня вот этот наш сегмент ЭБС античная библиотека представляет собой некий сегмент ЭБС вот и для организации в полном объеме он платный в рамках доступа к ЭБС университетской библиотеки ну доступ к нему дает прежде всего доступ к базовой коллекции вот соответственно для тех у кого нет такого доступа ну мы еще думаем как как его предоставить и доступ к открытым материалам бесплатный и он не требует регистрации но пока у нас вот таких вкладов не было поэтому на сегодняшний день доступ к ней предполагает регистрацию то есть доступ к электронной гиблиотечной системе ну здесь мы только начали процесс будем вас слушать в какой форме это все было бы правильнее и интереснее конечно у нас есть и технические ограничения как это все можно сделать ну и наконец о перспективах античной библиотеки ну мы создали текстологический корпус а дальше в планах то что вот вокруг него германифтическое да материалы по античной культуре литературе истории археологии в виде коллекции у нас разумеется очень много таких материалов но они не оформлены пока да они просто вот ВБС в своих форматах и тематиках лежат здесь тоже тогда потребуется систематизация работы экспертного сообщества иные форматы учебники монографии дополнительные материалы аудиокниги исторические карты тесты вот это тоже уже такое контентное содержательное развитие нашего проекта на сегодня это все пока вот просто немножко разбросано по ВБС нужно собирать систематизировать но это тоже какой-то будет определенный этап если мы на него выйдем художественные материалы которые могут здесь быть добавлены в нашем арт-портале МХК вот это все-таки обогащение которые превращают античную библиотеку в узком смысле в такую библиотеку в самом широком смысле и наполнении но этим мы на этом мы вообще не останавливаемся на античной библиотеке как таковой вы наверное заметили что в названии вебинара вообще фигурирующего философские библиотека библиотека по истории философии но я не решился решил не презентовать не говорить о ней потому что она в данном случае только в начале хотя у нас конечно очень много тоже философских текстов но мы как раз работаем над этим проектом это один из следующих этапов и такие же следующие этапы где много сделано но предстоит сформировать это как отдельный проект если он будет интересен нашему филологическому сообществу педагогическим университетом это византийская библиотека и это патрологическая библиотека вот это те линейки длинных длинных текстов как я называю где можно наслаивать книги которым столетие и тысячелетия мы будем вести работу в этом у нас уже подобные проекты есть например книжное ядро русской культуры ну и надеюсь что это все вызовет интерес это действительно ни у кого больше найдешь нигде больше не найдешь думаю что этот вклад наше университетское сообщество должно заметить ну что ж я изложил основную информацию вот о нашем новом проекте заходите пользуйтесь распространяйте самым главным образом эту информацию тем кому она может быть интересна на ваши кафедры классической филологии философские факультеты и так далее вот ну что ж а вас благодарю за внимание вот посмотрю что там было у нас с вопросами так вопросов особо нет ну что ж хорошо это тоже радует на этом тогда коллеги прощаюсь с вами желаю вам хорошего дня ну и новых встреч всего доброго до встречи